В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Саровском драмтеатре прошел торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню. Неслабый пол о призваниях женских и не очень. На работу, как на праздник 9 марта – Всемирный день диджея. Далее расскажем обо всем подробно. Весна – пора пробуждения природы, вдохновения и расцвета. Это время года по праву можно назвать временем красоты, тепла и света. И не случайно начинается она с 8 марта – праздника, посвященного прекрасному, но далеко не слабому полу. Многие порой забывают, что женщины не только следят за хозяйством и воспитывают детей, но и служат в армии, и работают в спецслужбах. 12 лет назад Ольга Аметова нашла себе дело не просто по душе. Работа в детском саду младшим воспитателем стала ее призванием. Для более чем 200 мальчишек и девчонок она стала и другом по играм, и наставником в освоении грамоты и счета. Со многими она до сих пор поддерживает связь и интересуется успехами своих воспитанников. Секрет ее профессионального успеха прост. Главное в нашей профессии – это любить детей. Любить просто так, вот, ни за что, за то, что вот они есть. Ведь каждый ребенок, они совершенно разные. Они интересные, забавные, удивительно умные. Международный женский день в коллективе ясельной группы детского сада – особенная дата. Ольга Аметова и ее коллеги получают сувениры, которые дети создают своими руками. И это делает презенты просто бесценными. Они у нас рисуют, делают какие-то аппликации, то есть им это все нравится, они это все с удовольствием делают. И если в детском саду коллектив исключительно женский, то в армии в Международный женский день дамы получают максимум мужского внимания. Начальник гарнизонного клуба Оксана Вчинникова признается, 8 марта в восковой части 32-74 всегда рабочая, правда, с небольшим приятным изменением. Нам командир дивизии Коршунов Олег Владимирович сделал такой подарок, когда спросил, что вам нужно женщины подарить. Его женщины попросили, а можно 7 марта ходить в гражданской форме одежды. Да, мы такое разрешение получили. И вот сейчас у нас командир дивизии Токаренко Евгений Александрович, он эту добрую традицию продолжил. В остальном 8 марта в армии такой же, как и на гражданке. Праздничные концерты, слова поздравления от мужчин, шоколад и цветы. И даже профессиональный праздник всех защитников Отечества находит в сердцах женщин-военных не такой отклик, как Международный женский день. Потому что, несмотря на воинские должности, воинские звания, мы же в душе остаемся женщиной. Да, мы, может быть, меняемся по сравнению с гражданскими женщинами, может быть, мы более жесткие в чем-то, может быть, более организованные становимся. Но это заставляет жизнь. А в душе-то мы все остаемся мамами, женами, бабушками. Какие только должности не занимают сегодня женщины. Директора, воспитатели, водители такси и министры. Но мужчинам следует помнить, что именно они сильный пол, а дамы достойны нашей любви и заботы. Коллектив канала «16» от всей души поздравляет всех с Международным женским днем. Всегда будьте счастливы! Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В преддверии 8 марта поздравили жительниц нашего города и представители администрации ядерного центра. В Саровском драмтеатре прошел торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, который подготовили воспитанники детской школы искусств. 8 марта – один из самых светлых и добрых праздников весны. И по традиции в этот день в адрес милых дам звучат лишь теплые слова поздравлений. Мы поздравляем наших женщин с этим хорошим, нашим любимым праздником. Мы вас поздравляем с здоровья, оптимизма, гармонии в жизни, всего самого-самого хорошего. Я с трудом вижу зал, потому что меня ослепляют и прожекторы, и ваша красота. В этом смысле красота, она спасает мир, она спасает и наш город. Это то, что мотивирует нас, мужчин, на победы в вашу честь. С праздником, дорогие. Сразу после поздравительных слов на сцену драматического театра вышли воспитанники детской школы искусств. У многих в зале сидели мамы и бабушки, поэтому к своим выступлениям ребята отнеслись со всей серьезностью. И подготовили для зрителей целое шоу с песнями, танцами и даже оркестром. Оркестр. Понравился очень. У меня внук там выступает. Многих выступающих я знаю. Среди них вот Каплин открывал концерт и заканчивает концерт. И дети великолепные. Великолепная постановка, танцев, костюмы прекрасные. Спасибо за доставленное удовольствие. Это наша любимая школа искусств. Преподаватель – это супер просто. И вообще наш город необыкновенный, потому что в нем живут такие необыкновенные, талантливые люди. Это счастье побывать на таком концерте. Так было все здорово. Я прям, ну спасибо большое. Концерты и поздравления, безусловно, создают атмосферу настоящего праздника. Но важно, чтобы улыбки, цветы и слова благодарности в адрес любимых женщин звучали не только 8 марта, а каждый день. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Нижегородская область ликвидирует очередность детских садов к концу 2019 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Глеб Никитин. Глава Нижегородской области напомнил, что создание мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет – одна из задач, которые озвучил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Банк России ввел повышенные коэффициенты при расчете риска на валютную ипотеку, что должно сделать этот вид кредитов бессмысленным. Об этом пишет коммерсант. Новые правила начнут работать с 1 апреля. Если сейчас коэффициент риска при выдаче таких кредитов составляет 150%, то в апреле он поднимется до 300. Детская школа искусств номер 2 продолжает благотворительную акцию «Помоги делам» по сбору помощи животным из городского приемника. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо до 12 марта принести необходимые вещи в 17 кабинет детской школы искусств номер 2 по адресу улицы Силкин, дом 10, дробь 1. Воспитанники студии «Кадрики» из детской школы искусств номер 2 сделали новый мультфильм. Он называется «Сказка с добрым концом» и рассказывает про принцессу, ее папу-короля и птеродактиля. Посмотреть мультик можно на официальном канале студии «Кадрики» в Ютубе. В жизни каждого гражданина однажды наступает ответственный момент получения паспорта. Документ, удостоверяющий личность, наделяет своего обладателя определенными правами и обязанностями. В канун Международного женского дня на торжественной церемонии пятеро 14-летних девушек получили паспорта из рук начальника полиции. Во-первых, это память человека, в торжественной остановке мы учили первый документ. Второй момент – это гордость перед родителями. Следующий момент – это чувство годрости перед сверстниками, что его пригласили сюда, никого иного, а вот он так попал, что ему повезло. Обращаясь с приветственной речью к собравшимся, Андрей Чернышев призвал девушек быть достойными своих родителей, не попадать в сводки полиции и бережнее относиться к документу. А на память о торжественном событии у всех участников останется фотография. К другим новостям. Российская Академия естествознания провела международную конференцию «Современные проблемы науки и образования». Она собрала около 300 ученых, преподавателей ведущих высших и средних учебных заведений из России, Казахстана, Узбекистана и других стран. С научным докладом на конференции выступили студенты Саровского политехнического техникума. За хорошую подготовку их научного руководителя наградили уникальной медалью за успехи в образовании юношества. Медаль «Времен Российской империи» была учреждена в начале 19 века, забыта при советской власти и только в 2017 году ее вернули в научное общество. Педагог Саровского политехнического техникума Игорь Васильевич Толеров стал 30-м, кого наградили в 21 веке. Также в конце февраля ему было присвоено ученое звание советника Российской Академии естествознания. Эта награда, я считаю, награда не только моя, а награда всего коллектива. В первую очередь тех детей, наших талантливых детей, которые здесь учатся. Талант надо не только разглядеть, но и помочь ему раскрыться. Исследовательская и проектная работа требуют гораздо больше времени и сил не только от студентов. Роль научного руководителя – систематизировать знания своих подопечных, указать вектор движения и помогать в развитии способностей. Человек, который просто болеет своим делом. Он очень помогает ребятам продвинуться именно в области участия в конкурсах, олимпиадах разнообразного уровня. Впереди новые конкурсы, конференции и снова Игорь Васильевич готовится вместе со своими студентами к выступлениям и защите исследовательских проектов. Елена Грецкого, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, СОРОВ-24. Человек, который создает настроение на вечеринке и знает все новинки в мире музыки. Все это о нем, о диджее. 9 марта диджеи мира негласно отмечают свой профессиональный праздник. Эта профессия появилась в России примерно 20 лет назад и сегодня ее популярность очень велика. Современному поколению уже сложно представить свадьбу, юбилей или детский праздник без диджея. Если спросить людей старой закалки, кем они мечтали стать в детстве, то ответ будет один из следующих. Пожарный, космонавт, милиционер, летчик. Сегодня же зачастую большинство молодых людей мечтают стать диджеями. На самом деле работы очень много, нужно смотреть за тем, какие люди подстраиваются под людей. Сводить это в единую композицию, чтобы люди не замечали и переходили из песни в песню, из стиля в стиль. И при этом все было конечное. Диджей Дмитрий Плей именно так назвал себя Дмитрий Арапов около 7 лет назад. И уже сегодня этот никнейм хорошо знаком молодежи. Связать свою жизнь с музыкой Дима решил еще в детстве. Изначально профессионально занимался вокалом, но повзрослев, понял, что хочет попробовать себя в роли диджея. Всегда была интересна работа звукооператора. То есть, как вот сводить фонограмму, то есть он отвечает непосредственно за это, как это все звучит. Все это стало интересно, начал крутить, пробовать, начало получаться. Со временем, то есть, стал уже сам себе отстраивать звук. Вот, потом, ну, всевозможные городские конкурсы диджеев, в которых я участвовал, занимал там места, тоже было очень интересно. Лишь спустя 4 года кропотливой работы Дмитрию удалось вырваться на танцевальные площадки города и показать все, чему он научился за это время. Изначально это было хобби, но потом потихонечку это переросло уже в профессию. Стало тем более плотно заниматься. Теперь это как один из видов моего заработка. Сегодня даже самую скучную вечеринку диджей Дмитрий Плей может превратить в запоминающийся праздник и зарядить позитивным настроением как детей, так и взрослых. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Эти необычные здания в центральных районах Вены, Люцерна и Копенгагена – ничто иное, как мусоросжигательные заводы. Они не только избавляют европейцев от бытовых отходов, но и обеспечивают их электроэнергией и горячей водой. В 2022 году такие заводы, работающие по японско-швейцарским технологиям, появятся и в России. Но уже сегодня к разработке их сердец, котельных установок, приступили специалисты «Росатома» из машиностроительного дивизиона. Наше подразделение работает над проектом нового котла для завода по термическому обезвреживанию ТКО. Данный контракт включает в себя, помимо котла, еще и поставку паровой турбины с электрогенератором и систему воздухоохладительной установки. То есть это достаточно крупное вспомогательное оборудование основное, которое будет обеспечивать работу данного завода. Все спроектированное оборудование будет производиться в стенах машиностроительного завода «Сио-Подольск». Для этого на предприятии готовят специальную производственную площадку, набирают дополнительные персоналы, проводят его обучение, закупают новое сварочное оборудование и осваивают уникальные сварочные технологии. В частности, наплавку термостойкой проволоки на внутреннюю часть панелей котла для его защиты от высоких температур. Раньше эти панели привозились из-за рубежа, сейчас мы хотим это освоить сами, чтобы не быть зависимыми от других поставщиков. Освоение производства котельного оборудования для мусоросжигательных заводов станет одним из неатомных бизнесов «Сио-Подольск» с достаточно долгосрочными перспективами. Дело в том, что только в ближайшие годы в России планируется построить пять предприятий по термическому обезвреживанию твердых бытовых отходов. Четыре завода в Подмосковье и один в Казани. В дальнейших планах строительство еще нескольких МСЗ в Сочи, Минводах и Натамане. По оценкам экспертов, сумма контракта на изготовление оборудования только для одного завода может составлять более трех миллиардов рублей. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.рум. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова